Всем огромный привет! Я сегодня уже второй день на гироскутере, мне безумно нравится. Это нереально круто, только на нашей дороге сейчас проехала просто такие кочки, что мне кажется, когда я еду по такой дороге, это просто кайф. Ух! Вот главное не упаешь. В общем, сейчас еду на вождение, боюсь, что опоздаю, потому что я нашла не только снимать, но еще и ехать на гироскутере. Я решила, мне его надо было сегодня отдать, я подумала, я доеду до Советского, его отдам там и поеду уже на автобусе. А что-то жарко сейчас сегодня у нас. Как тут проехать? О-о-о, тише, полегче. Поначалу это было безумно сложно для меня, сейчас это тоже не супер легко, но вот на такой дороге в принципе не сложно. Сложно только тем, что я хочу разогнаться, но куда я разгоняюсь, я боюсь упасть. На машине люди не могут до этой дороги проехать, я на гироскутере. Фух, вот сейчас начинается дорога, просто мой ад. Бах. Главное не попасть в яму. Вот это испытание, конечно. А, я забыла рассказать вам. В общем, проснулась я вчера, сегодня утром, я не могла встать просто, я реально не могла встать. Вы думаете, что это вещь для ленивых? Нифига. Ты просто едешь на ней, и тебе потом мышцы все болят. Потому что как бы в напряжении находятся не только ноги, но еще и... Не только ноги, но еще и все остальные части тела. Просто все люди так смотрят. Ну, я люблю, когда на меня смотрят люди, типа, с таким удивлением. Ну, очень много людей подходит, спрашивает, а что это, как это работает, особенно бабуле. Вчера пробовала посадить маму на гироскутер, она на минуту три пыталась на нее встать. Но это нелегко. Оп-оп. Прям просто дрифты тут. Ой. Все как забуксируют тут. Дорогу я выбрала просто самую лучшую. Прям именно для гироскутера, чтобы ехать. Знаете, кем я себя чувствую? Покорителем гироскутера. Потому что, мне кажется, до меня никто на таких камняных дорогах на гироскутере даже не пытался ехать. Но, блин, на самом деле я очень рада возможности просто покататься на такой штуке. Кстати, Никита сейчас в садике, может ему это зайти помахать ручкой, так проехать мимо заборчика. Мне нравится эта штука, но надо ее уже отдать поскорее. У меня столько было шансов упасть вчера и сегодня. Еще я себе такой лук подобрала. Я же в юбке. Ну, не знаю, мне это комфортнее, потому что на улице очень жарко. У меня сегодня последнее занятие по вождению. Я просто, ух, я счастлив, как никто, потому что просто я каждое занятие по три часа сижу в напряжении. Мне это уже надоело. Нет, я рада, что у меня инструктор строгий и что с ним там музыка, что ничего не поделаешь. Но, блин, как мне рассказывает Петя, у него там вообще инструктор рукой. Они музыку слушают, ездят по делам всяким. Вот так вот я и падаю. Блин, я выбрала не ту дорогу. Помните, я, по-моему, говорила во влоге одном, что есть одна дорога, когда я в своего дома в центре еду. Где я не хочу, и они такие, девушки, красавица. Это безумно бесит. Просто я бы прошла эту дорогу, да, я бы не ехала, но его тащить 12 килограмм я просто не могу. Все, начинается пока вроде самая нормальная дорога из тех, которых была. То есть это дороги, мне даже эту дорогу с кочком кажется раем. Ну, вот так примерно я падаю. Не, на самом деле есть гироскутеры, которые с большими колесами, и на них можно везде вообще кататься. Знаете, как было бы круто, если бы у меня... Блин, ну, бля, вот я... Все, я не буду так делать больше. Это то, что я вам говорила. Она полетела на дорогу. Кстати, Петя задумается о том, чтобы начать свой канал на YouTube вести. Но я вам говорю, Петь, начни со мной снимать совместные видео. Ставьте лайк, если вы тоже так думаете. Или совместный канал, не знаю, ну, что-нибудь такое. Потому что, мне кажется, что у нас бы зашла эта тема. И когда мы снимаем видео с Петей, всегда на них больше просмотров, лайков, одобрения, вам нравится. Давайте так, напишите в комментариях, может, я тогда уговорю его. В общем, закончилось у меня сегодня вождение. Наконец-то это было мое последнее вождение. У меня есть небольшой промежуток времени до моего маникюра. Я сейчас хочу основательно подготовиться, чтобы в Москве выглядеть красиво. В целом 2 часа я решила сходить опять за посылками. Зайти к бабочке, потому что у дедушки сегодня день рождения. И заодно поискать покемонов. Но что-то я иду, и пока ничего нет. Я уже пятого уровня. В общем, я уже дома, я ничего не снимала. Я сходила на маникюр. Мне очень сильно нравится. Взяла посылки, стояло где-то минут сот... Ладно, 30 минут на почте. Почта России, как всегда. Там бабушки ворчали, в общем. И давайте вместе откроем посылочки. Так. Где посылки у меня? Возьмем ножницы. Тикс. Кстати, рисую тут картину. Я еще только начала. Нужно будет еще несколько слоев. Помогите, люди, дорогие. Дорогие люди. Почему коробки так запаковываются, что их фиг распакуешь? Ой, там. What? Что-то прикольное. А, я заказывала этот. А мне отправили контейнер. Контейнер. Контейнер для еды. Я же в твоей контейнер раньше была. О, прикольно. Смотрите, какая крутая штука. Смотрите, видите, тут ложечки. Они даже не пластиковые. Они такие, ну, пластиковые, но твердые. Тут несколько разных отделений. Today's Menu. То есть можно с собой брать. А давайте посмотрим, что во второй посылке. Посмотрим. О, красивенько выглядит. Мне нравится. Прикольно. Эльбокс. А, кстати, стоп, секунду. Я не посмотрела, что это такое. Вот, это какая-то записка с предсказанием. Знаете, что здесь написано? Вас ожидает необычная поездка. Я вам не вру. Это та поездка, про которую я вам говорю на протяжении нескольких видео. Это очень крутая печенька с предсказанием. Спасибо. Как будто прям, не знают. Масочки. Два френа каких-то. Лак. Матовый. О, матовый прикольно. Помада прикольная, наверное. Ну, ничего такого, прикольно. Хоу-хоу-хоу. Сегодня я отправляюсь Линой на пикничок. Это была необычная мысль. Но в этом прекрасном моменте мне пришлось нехать сейчас в ту фирму. Вот мой лук сегодня. Мне так не комфортно. Я не знаю, я скачала по нему. Это джинсики. Кроссы за 400 рублей. Кстати, меня очень удивляют люди, которые мне в комментариях пишут, что я созналась. Я очень много рассказываю, что типа я богатенькая. Ребят, вы видите только одну сторону экрана, где я богатая. То есть, может быть, я могу позволить себе что-то, что другие не могут позволить. Но это в первую очередь не из-за того, что я богатая или, точнее, мои родители богатые, а потому что я просто могу найти ходходы. И чтобы мне это просто что-то досталось бесплатно, что-то за полцены. Так что, ребят, прежде чем оценивать ситуацию, подумайте сами. Но видите меня с одной стороны. Люди, которые знают меня, люди, которые общаются со мной каждый день, их немного, да. Эти люди, они реально могут сказать вам, что я не такая, как в видео. И им со мной комфортнее, не с такой, какая я есть на самом деле. И, возможно, я, может быть, это я не замечаю, что я играю какую-то роль на камеру, но, ребят, не будьте такими колобами, не судите людей по деньгам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!